Губернатор Николай Меркушкин вручил ключи от 32 новых машин работникам областных лесничеств. Автомобили ознащены рациями, навигаторами и другим необходимым оборудованием, чтобы оперативно тушить лесные пожары. На приобретение внедорожников ВАЗовского производства из областного бюджета было направлено свыше 13 миллионов рублей. Из Тольятти репортаж Анны Архиповой. Защитный жилет в Сочи, там замены колеса, запасного, если бы как-то делалось. Все самое необходимое теперь под рукой локализовать небольшие очаги возгорания можно собственными силами. Также новые машины оснащены рациями и навигаторами. В нашем лесничестве четыре производственных участка. То есть, если, допустим, у нас возгорание там в двух участках одновременно, то есть одна машина практически не успевает это охватить всю площадь. 32 новых внедорожника отечественного производства губернатор передает работникам областного лесничества. Николай Меркушкин внимательно знакомится с техникой. По рации связывается и с диспетчерским пунктом Минсельхоза в Овском районе. Вы слышите меня? Да, я вас слышу. 26 видеокамер. 26 видеокамер. Полностью вы область перекрываете. По словам лесников, под видеонаблюдением находятся все сосновые леса в области. Это позволяет мгновенно реагировать в случае ЧП. Глава региона отметил, что на поддержку лесного хозяйства выделяется полмиллиарда. Еще 180 миллионов составится финансирование из федерального бюджета. Впервые в истории Самарской области проходит такое мероприятие, когда сразу столько автомобилей, да и в принципе, может быть не сразу столько, а в принципе, перевод почти всех наших лесников на автомобили в течение практически одного года. Это, конечно, на самом деле это мероприятие, которое не только необычно, но и очень-очень важно для области. Мы закупили еще 44 единицы на 63 миллиона рублей специальной техники. Это мощная техника, которая позволяет делать все, чтобы тушить пожары, восстанавливать лес. В Тольятти не упустили возможности поделиться с главой региона новыми идеями. Жители Комсомольского района выступили с инициативой построить оздоровительный комплекс и представили почти готовый проект. Николай Меркушкин пообещал, что рассмотрит данные предложения. Анна Архипова, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти.